Шаббат шалом 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 Устоять, одеть на себя все оружие Божие, чтобы мы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Да, в нашей жизни может встретиться много чего, и трудностей, и испытаний, и проблем. И жизнь наша, она иногда ставит нас в такое условие, что нам надо пройти испытания, как написано, золото испытывается в огне, а люди угодные Богу в горниле уничижения. Иногда надо пройти через это уничижение, но самое главное, чтобы когда день злой придет в нашу жизнь, чтобы мы могли все преодолев устоять. Вы видите, сегодня перед вами это одежда римского солдата. Когда писал апостол, он именно брал все-таки в пример одеяния воина в то время, как мы понимаем, сегодня совсем другое вооружение, совсем другое одежда. Но мы уже говорили о поясе истине, мы уже говорили о броне праведности, мы уже говорили, что нужно обуть ноги в готовность благовествовать мир. И сегодня мы будем говорить о четвертом, о том, что говорит нам Священное Писание Ефесянам 6,16, о патче всего. Возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Обратите внимание на первые три слова – о патче всего. Это очень важно, чтобы сегодня мы поняли слово патче. Если я сейчас спросил бы многих молодых, они скажут, что это за слово такое, мы его не употребляем, мы не знаем, что это за слово. Но вы очень легко можете увидеть это по-английски – above all. То есть на первом месте, превыше всего, более всего, самое важное, что должно быть в вашей жизни. Это должно быть самое-самое важное – это иметь щит веры. It's above all. Это превыше всего. Это то, что человек должен понимать сегодня, что без веры это невозможно. Посмотрите, что говорится евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Мы сегодня здесь, потому что мы верим в живого истинного Бога. Мы сегодня здесь, потому что мы хотим служить этому живому и истинному Богу. Но все начинается с нашей веры, которая как колосок произрастает в нашем сердце, в нашем внутреннем человеке. И мы начинаем знать, что мы не сотворены, извиняюсь, мы не произошли от какого-то взрыва, происшедшего когда-то, от перехождения эволюции с одного состояния в другое. Нет, мы и вся эта вселенная, в которой мы живем, сотворены словом великого Бога. И мы верим в это. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы верим живому истинному Богу, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. И мы стараемся, чтобы эта вера была сильной и крепкой у нас. Пророк Аввакум сказал когда-то в древности такие слова. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Мы уже слышали о броне праведности, когда что человек должен быть одет в эту одежду правды, в одежду праведности. И что эта одежда, это когда с нас сняты наши грехи и наше беззаконие. И Бог говорит, смотри, я снял с тебя вину твою и одеваю тебя в одежды торжественные. И обратите внимание, он говорит, праведный своею верою жив будет. Мы можем думать, что для того, чтобы нам жить, нам нужно много богатства, нам нужен хороший дом, дорогую машину. Вы можете все это иметь, если у вас есть на это способности, таланты, призвания. Если у вас есть возможности, силы заработать все это. Но знаете что? Вот в тот день, когда все закончится, и вы сделаете последний свой вздох на этой земле, вам ничего больше этого не потребуется. И жизни в будущем вам ничто это не пригодится. Нак ты есть, и нак возвратишься. Такой, каким ты пришел в этот мир, такой ты и уходишь. Но праведный человек, проживший этот отрезок пути на этой земле праведно, он своею верою будет жить. Вот что говорит об этом апостол Павел, когда он пишет об этом церкви римлянам. Он говорит в нем, и когда он говорит в нем, это он говорит о благовествовании Христовом, о Евангелии, которая проповедуется сегодня. Он говорит, что в этой благой вести, которую мы возвещаем вам всем сегодня, открывается правда Божия. В этом Евангелии открывается правда Божия. От веры в веру. То есть у человека должен быть постоянный рост. И находясь в Евангелии, находясь в благой вести, человек должен расти в этом. И как написано, он прямо посылает на книгу Аввакума, которую мы только что прочитали, как написано, праведной верою жив будет. Но эта вера постоянно должна в нас расти. Расти, чтобы мы возрастали от веры в веру. То есть она должна все время укрепляться. Мы все знаем, откуда приходит вера в наше сердце. Апостол Павел сказал, вера от слышания. А слышание от Слова Божья. Давайте запомним этот стих. Эта вера не должна быть полагаться. Вот я верю какому-то сильному человеку. Я верю вот в эту сильную страну. Я верю вот в силу оружия. Или во много чего могут верить люди. Но наша вера на живого истинного Бога. И эта вера начинает расти. Именно вера верующего человека, знающего Бога человека. Она происходит и истоки свои берет от Слова живого и истинного Бога. Которое писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Праведной верою жив будет. Давайте запомним этот стих. Пусть оно будет как печать на сердце нашем. Что нам нужна эта вера. Апостол Петр, когда пишет об этом же самом, он говорит, достигая наконец верою. Что, братья? Спасение душ наших. Мы не можем иначе, как достигнуть спасения наших душ, как только верою. Поэтому, когда мы читаем above all, превыше всего. Почему написано, паче всего. Возьмите щит веры. Потому что именно этот щит веры поможет нам во всех дальнейших путях нашей жизни. Но есть другое. Когда человек имел веру. Вера в его сердце зародилась. Вера привела его к познанию живого истинного Бога. Он решил в какой-то момент, нет, я не хочу больше так продолжать жить. Я хочу изменить свою жизнь. Когда-то, когда Петр и все его соратники, сотрудники, которыми они вместе молились, апостолы и ученики, которые были собраны в одном месте, в одной горнице, они молились. И Дух Святой сошел на них. И они начали благовествовать на иных языках. Люди, слышавшие это, были очень удивлены тому, что они видели. И они подошли и спросили, что нам делать? Этот вопрос, который очень часто возникает у многих. Что нам делать? Вот когда необходимо, когда трудности, когда испытания, когда ты начинаешь понимать свое состояние, что делать дальше, то Петр им сказал, покайтесь. И так крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. На сегодня на земле огромное количество людей, прошедших эти ступени. Они пришли когда-то к Господу. Они совершили покаяние. Они заключили завет с Господом. Они даже получили многие дар Святого Духа, который есть утешитель, обещанный Богом для всякой плоти, который должен прийти, научить, наставить, истину возвестить. Но даже получив все это, в какой-то момент у многих людей на этой земле наступает кризис веры. Вот как об этом сказал апостол Павел, пиша Тимофею, 1 глава, 19 стих. Он здесь советует, что мы, верующие люди, должны иметь, первое, веру. Это обязательно. Это должно быть в нашем сердце. Мы должны ее иметь. Если человек потерял веру, то это уже, скажем, большое падение для самого человека. Иметь веру и, обращаю внимание, добрую совесть. Как только человек отвергает добрую совесть, а совесть, мы знаем, это часть нас, это Богом вложенная в нас. Как только мы идем на компромисс со своей совестью и позволяем себе грешить, как только человек позволяет себе грешить, и он начинает искать себе компромиссы. Где-то выпил, где-то покурил, где-то кого-то обманул, где-то что-то украл, где-то что-то еще сделал. И этот компромисс, который человек начинает идти, грех греху, грех греху, а совесть промолчит, пусть совесть, ничего страшного стерпит. И все так делают, и все так поступают. И она как-то вытерпит эта совесть. Чем больше греха у человека, тем больше падения его, тогда начинается то, что Павел охарактеризовал следующим – кораблекрушение веры. Что такое кораблекрушение? Калибрекрушение – это когда корабль плывет по морю. И нигде ничего рядом нету. Вся опора людей, которые находятся на этом корабле – это этот корабль. Потому что он плывет. И вот в какой-то момент начинается сильный шторм. И этот корабль начинает тонуть. Какая надежда у всех этих людей? Что ждет всех этих людей? Корабль, который тонет среди моря. Да даже если у них есть шлюпки, даже если у них есть спасательные круги, которые спасательные жилеты, как сегодня, вы знаете, если кто-то когда-то плыл на корабле, то вам обязательно придут инструктаж. Вот что нужно делать – одевать жилет, делать то или делать другое. Вы посреди океана. Сколько дней вы выживете там, в спасательном жилете, находясь посреди океана, потерпев коррекрушение. Так вот, как только люди теряют веру в живого Бога, потому что человек, имеющий веру, он понимает – я хожу под Богом. Вот как за Еноха сказано – ходил Енох перед Богом. Вы понимаете, праведные люди, они где бы ни находились, даже тогда, когда их никто не видит, никто абсолютно, он один в комнате, никто его не видит, он знает – вон там есть Всевышний Бог, который меня видит, потому что его вера на этом жиждется. Он в это верит, он в это уповает. Он строит все свои отношения, все, что он строит в своей жизни, он строит на основании живой и действенной веры великого всемогущего Бога. Может ли такой человек грешить, который понимает, что он ходит перед Богом, что куда бы он ни пошел, что бы он сделал. Вы понимаете, как устроен человек? Человек устроен так – когда меня никто не видит, можно что-то взять. Когда меня никто не слышит, можно что-то сказать. Но если кто-то вот здесь рядом, такой еще powerful, strong, сильный, всемогущий, скажет, «Ну, я должен шепотом, я должен бояться сказать, как я могу что-то сделать?» Так вот, совесть человека – она важное действие в спасении человека. И вера в человек, который должен иметь живого Бога, и именно это предохранит человека от калибр крушения. И даже если все вокруг будет разрушаться, человек будет сохранять свою веру. Помните, как это Павел делал? Когда корабль в последнем своем путешествии терпел калибр крушения, их мотало, кидало по этому морю, было бурное очень море, люди были в страхе, они выкидывали груз, они выкидывали все, что можно было выкинуть, а он был спокоен. Почему, Павел, ты спокоен? Почему? Что в твоем сердце? Почему ты спокоен? Он говорит, мне Бог открыл, что никто не погибнет. Вот такая вера, понимаете? Вот такая вера, никто не погибнет. Мне Бог открыл, он, понимаете, в руки Павла, по сути дела, отдал. Почему? Потому что была живая и действенная вера. Давайте мы посмотрим на другой пример, отписанный Павлом. Это 2 Тимофея, 4 глава, 10 стих. Он говорит за некоторого человека по имени Димас. В Евангелии он встречается три раза. В предыдущих двух разах от него передается привет. В предыдущих говорится, как о сотруднике своем, с которым вместе служат Богу. Приветствует вас Димас. И вдруг такой стих. Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Оказывается, Димас больше возлюбил то, что есть в этом мире. Вы знаете, сколько Димасов сегодня в этой церкви или вообще в мире, в церквях божьих находится? Иногда они даже продолжают ходить на собрания. Иногда они даже посещают церковь. При этом, становлясь уже... Имя можно менять на имя Димас. Они возлюбили нынешний век. They love the present world. Им нравится все, что в этом мире. Несмотря на то, что Христос сказал, не любите мира, не того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти и похоть отчей, не есть от Отца, но от мира сего. Мир проходит и гордость его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Сколько людей потерпели кораблекрушение, когда они возлюбили нынешний век. А сегодня столько много предлагается в этом мире. Человеку такой большой, обширный выбор. На, выбирай, пожалуйста. И так хочется. И похоть его и появляется у человека. И желание, и стремление, и искушение, в которые приходят в жизнь человека. Ну, зачем мне себя лишать чего-то? Помните, как в той 12 главе книги «Экклезиаста»? «Веселись, юноша, во дне юности твоей». Это твое время. Повеселись. Вы знаете, там только есть такие слова. Помни. Бог говорит, помни, что за все это Бог приведет тебя на суд. Придет время и придет час, когда тебе надо будет предстать пред судом Божьим и дать ответ за все, что ты делал, живя в теле доброе или худое. Ты ответишь за это. И поэтому, когда Павел пишет, «Димас оставил меня, какая боль должна быть у Павла, чтобы он писал об этом в церкви?» И говоря, «Этот человек, который трудился вместе со мной, с которым я вместе служил, с которым все делал, он меня оставил». Почему? Потому что Димас потерпел калибр крушения веры. В этом предыдущем стихе конкретно дальнейший стих говорится о двух людях, именей и Александр. Дальнейший стих говорит, «Они потерпели калибр крушения веры». Один из них, он просто абсолютно разбился в воскресении мертвых и утверждал, что воскресение уже было, никакого другого воскресения не будет. И люди, которые умирают, все, с ними все и заканчивается, умирается. А Александр очень много противодействовал Павлу. И он говорит, «Они потерпели калибр крушения». То есть, по сути дела, они тонут. Им нету надежды. Друзья, я хочу, обращаясь к молодежи сегодня, подумайте, этот нынешний век, он такой заманчивый, он такой привлекательный, он иногда так сильно стянет и манит. Но поверьте, это погибель веры. Это разрушение, которое приходит человек. А у нас всегда есть выбор. У нас всегда есть выбор. Вера – это нечто, что нас сильно заставляется или вталкивается к человеку. Дорогие родители, мы все должны понимать, мы с любовью должны прививать нашу веру нашим детям. При этом делая это так, чтобы, защищая нашу веру, мы не сохранили ее от наших детей. Чтобы мы не сделали так, чтобы наши дети потеряли ту веру. Это должно быть с любовью, всегда давая им возможность выбора. Возможность того, что вот она истина и настоящая вера, которую я должна показывать. Павел пишет, Тимофей говорит, вера, которая была в бабке твоей Лаиде, в матери твоей Эвнике, я верю, что она и в тебе. Вот так должна быть вера. Дети должны говорить, я хочу верить так, как верит моя бабушка. Я хочу верить так, как верит моя мать. Вот такое желание веры должно быть. Но сегодня очень часто молодые говорят, мы не хотим такой веры. Что случилось? Предыдущее объяснение было кораблекрушение веры, но у нас у каждого есть выбор. В трудные времена, во времена испытаний, во времена гонений, во времена, когда мы сталкиваемся с обстоятельством жизни, где испытывается наша вера, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Петр пишет об этом, дабы испытанная вера ваша, дабы испытанная вера ваша оказалась в драгоцене гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото. Испытанная ваша вера. Когда пишет Иоанн книгу Откровения, то в одному из ангелов было обращение, когда сам Господь Иисус, обращаясь к этой церкви, ангелу церкви сказал, «Советую тебе купить золото огнем очищенное». Золото огнем очищенное – это есть вера наша, прошедшее испытание, и человек остался в этой вере верен Господу. Он не поколебался, он не усомнился, он не разбился, он остался тверд в своей вере. Давайте мы посмотрим то, что говорит Иаков, вот в пример этой веры. Иаков 5.9. В пример злострадания и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. И дальше он говорит, «Вот мы ублажаем тех, которые терпели, и вы слышали о терпении Иова, и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосердь и сострадатель». Кто-то из вас хотя бы на минутку допускал себе, что вот я прохожу испытания, вот у меня такая трудная жизнь, и хотя бы на мгновение подумал, а с кем я могу сравнить свои испытания? Есть здесь человек, который мог бы сказать, вот мои испытания, если их поставить на весы, находятся на одном уровне с испытаниями Иова. Есть здесь такой человек, который дернул бы или осмелился сказать, вот мои испытания подобны испытаниям Иова. Я нет. Я близко ничего никогда в жизни не испытывал того, что испытывал Иов. Даже близко. Во-первых, этот человек был праведен. Он служил Богу всем домом своим. Он постоянно молился за детей своих. Он был настолько праведен, что когда искуситель, клеветник, враг душ человеческий, и сатана предстал перед Богом, Бог сказал ему, «Ты видел раба моего Иова? Как он служит мне? Как он поклоняется мне? Как он любит меня? Ты видел его? Конечно!» Клеветник, он умеет хорошо, красиво говорить. «Конечно! Ты его защитил, ты его оградил, ты все для него сделал. Конечно, он будет тебе служить». И вы знаете, в жизнь Иова были допущены испытания. Потеря имущества, потеря детей, десятерых детей, братья и сестры, десятерых детей в один день. В один день потерять десять своих детей. Потерять все имущество. Но и это еще не все. Страшная болезнь проказа покрыла от темени до пяток. Он сидит в пыли, в золе, скоблит себя куском черепицы, вот эти вот раны, которые появляются по всему телу. Он говорит, «Я остался с кожей вокруг губ моих, а вся остальная кожа, это сплошная рана была по всему его телу». Кто-то из вас что-то подобное переживал? Кто-то из вас может сказать, «Я тоже это пережил, это тоже было в моей жизни». А Бог говорит нам сегодня, «Вы возьмите это в пример веры, вы возьмите и посмотрите это». И знаете что? Бог оставил не детей, кого-то любимого, может у нас у всех есть такие дети, которых у нас особое чувство есть, Он жену Ему оставил. жена, которая сказала Ему, «Ты еще тверд в непорочности своей, да похули Бога и умри!» И вы знаете, что Он ответил на это? «Ты говоришь, как одна из безумных, и остался верен во всех своих упованиях». И в 19 главе Он скажет вот эти вот слова, «А я знаю, Искупитель мой жив!» И Он в последний день восстановит из праха распадающейся кожу. Моя кожа распадается, мои части тела отваливаются, я гнию здесь живым просто, но я знаю, что Искупитель мой жив, и в последний день Он восстановит из праха распадающейся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза узрят Его, не глаза иного. Вот это была Его вера, это был Его выбор. Среди всех испытаниях, которых Он проходил, Он оставался верен. Он был верен до конца. И вот этот щит веры предлагается сегодня взять каждому из нас. А падче всего, а превыше всего, above all, возьмите щит веры. Это должно быть на первом месте. Люди, потерявшие веру, теряют все в своей жизни. Мы не можем остаться без веры. Вера должна возрастать, укрепляться. А кто наш щит веры? Вы знаете, вот давайте мы посмотрим на этот пример. Бытие 15.1. Жил в древности человек именем Авраам. Он жил в семье идолопоклонников, как повествует история. Его родители, братья и дальше, они были поклоняющиеся идолам. И вот в какой-то момент Авраам услышал голос Бога. Этот голос Бога взывал к нему. Он говорил с Авраамом. И Авраам услышал его. И когда этот голос сказал, Авраам, выйди из дома твоего, из города твоего, из родства, выйди оттуда, оставь свое родство и оставь свой город. Знаете, что говорит Писание? И поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. Это стала его праведность. Вера Авраама вменилась ему в праведность. И вот в 15 главе этот живой и истинный Бог, которого познал Авраам, и которого он стал называть другом своим, потому что именно так Бог называл Авраама другом своим, он сказал, обращаясь к нему, Авраам, Авраам, я твой щит. Так что такое щит веры, братья и сестры? Вы задумайтесь над этим? Он говорит, я твой щит. Я твой щит. Посмотрите, притчи 35. Всякое слово Бога чисто. Он, кто он? С большой буквы он, кто это? Это живой и истинный Господь. Это наш Бог. Он щит уповающим на него. То есть, человек, который начинает на него уповать, человек, который полагается на него и свою веру возлагает на него, в сердце которого истинная, живая вера, рожденная от Слова Божья, это человек имеет щит. Вот почему сказано, апатче всего, возьмите щит веры. Да даже человек, имеющий все оружие, не имеющий щита веры, не имеет Бога, потому что он говорит, я твой щит. Бог, он щит уповающим на него. Он есть та защита, которую он предоставляет каждому из нас. Но для чего нам нужен этот щит? Мы читаем дальше. Для чего он нам нужен сегодня? Потому что он говорит, раскаленные стрелы лукавого. Эти расстреленные стрелы лукавого, они летят очень часто в нашу жизнь. Мы можем не замечать их, не видеть их, но враг душ человеческих, он пускает эти раскаленные стрелы. Вы знаете, сегодня мы видим войну, проходящуюся на Украине. Я обращаюсь ко всем людям, хочу сказать, что слишком увлечение новостями, смотрение роликов убийства человек, она, безусловно, сказывается на психике любого человека. Любого человека. И поэтому Священное Писание не зря говорит в книге пророка Исаия, 33 глава, устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Как же нам жить при огне пожирающем? Как же нам жить при вечном пламени? А потом поясняет, кто может пребывать при этом состоянии перед живым Богом. И там есть такое упоминание, что те, которые закрывают уши свои, чтобы не слышать, глаза свои, чтобы не видеть. Иногда это просто необходимо сделать человеку, вместе с тем, не переставая молиться за этот народ, помогая, чем только можно помогать, но понимая то, что если человек разрушит свое духовное состояние, а это все происходит, вот именно раскаленные стрелы лукавого, они очень часто подобны этому. В древности не было таких ракет, такого оружия, как оно есть сегодня. Но люди и в то время были изобретательны. Они придумали сделать такие пустые стрелы, в которых они закрадывали горючий материал. Ну, скорее всего, это была нефть, которой всегда было много на этой земле. После этого они делали такой наконечник, который они обматывали паклей. И после этого они зажигали этот наконечник и пускали эту стрелу. И эта стрела, когда она летела, вы понимаете, наконечник втыкался, обламывался, но так как он горел, а внутри этой стрелы была жидкость, горючая, то этот человек начинал гореть. Вот так придумали такие стрелы. И для этого должен был быть щит, который помогает, не дает этим стрелам вонзиться в твое тело. Этот щит защищал тебя от этих раскаленных стрел, которые летели в тебя. И Писание говорит, падче всего возьмите этот щит веры, чтобы эти раскаленные стрелы не попали в тебя. Вот давайте посмотрим на некоторые моменты, когда вот искуситель посылает такие раскаленные стрелы, потому что Писание говорит, это стрелы лукавого, это стрелы дьявола, которые он пускает. Вот мы видим пример Матфея 4 глава, 8 стих. Дьявол начинает искушать Иисуса. И вот он берет его на весьма высокую гору. Он показывает ему все царства мира и славу его. Все, все, что есть. Вот Иисус вот это мгновение видит все, что здесь, я на земле. Все царства и все славу их. И после этого он произносит такое слово. Он говорит, я все это дам тебе, если пав, ты поклонишься мне. Я тебе все это дам. Вы знаете, Христос не о проверке говорит, это все тебе не дано. У Луки там прямо написано, ибо все это данно мне. Это дьявол говорит, ибо все это данно мне. И царство этого мира, они находятся в его власти. Почему в откровении написано за зверя и сказано, и дал дракон ему великую власть свою. Потому что зверь, это есть царство этого мира, и дракон дает ему власть. И вот он говорит, я дам тебе все это, но все, что тебе надо, поклонись мне. Поклонись мне, я дам тебе. Очень часто люди пропускают вот эти вот моменты. Они видят вот это благополучие, вот эту славу, вот это, что можно получить на этой земле, не видят, что стоит за этим. Это раскаленная стрела, которая летит. Ты поклонишься, а что будет после этого? Вечное пламя, вечный огонь. Это раскаленная стрела, которая летит сегодня. Я тебе дам, все, что тебе надо, совсем немножечко. Ты поклонись мне, ты поклонись мне, и я дам тебе все это. Посмотрите ответ Иисуса. Вот его щит веры. И говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Отойди от меня, тебе нету места, моя вера тверда. Я защищаюсь. Вера откуда? От слова Божья. И ответ какой? Словом Божьим. Почему? Щит веры, слово Божье. Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Я не могу поклоняться тебе. Нету возможности поклоняться тебе. Слово Божье запрещает это. Почему? Щит веры, он отразил это. Пример Иова, который мы уже слышали сегодня. Жена подходит к Иову, любимая, подходит к Иову и говорит, ты все еще тверд в упованиях, в непорочности своей, да похули Бога и умри. Человек потерял все, что он мог потерять. У него страшная болезнь, которая поразила его. И вот в этот момент, когда кажется, нужна поддержка, когда нужна молитва, когда он сказал, держись, ты пройдешь это испытание. Все, что в жизни твоей, ты и удержишься, ты пройдешь это испытание. А в этот момент он слышит такие слова, похули Бога и умри. Зачем тебе мучиться? Зачем оно тебе надо? То есть ты посмотри на себя, посмотри на свое состояние, зачем оно тебе? Похули Бога и умри. И снова щит вера Иова отразил эти слова. Посмотрите, другой пример. Иисус обращается к своему другу, ученику, которого он поставил, говорит, Петр, паси аганцев моих. И в какой-то момент произносит вот эту фразу. Он поворачиваясь к Петру, говорит, отойди от меня, сатана, ты мне в соблазон, потому что думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Давайте мы на мгновение подумаем, что же здесь произошло, что было здесь. Иисус рассказывал о своем пути, о предназначении, которое было ему дано. Он должен быть, стать мессией, искупителем и спасителем этого мира. Петр слушает, и Петру становится очень жалко Иисуса. Иисусу надо умереть. Иисусу надо пройти все это. И он говорит ему просто и понятно. Господи, да не случится с тобой этого. Что-то плохое сказал Петр? Да нет, конечно. Ему стало жалко Иисуса. Но Иисус понимал, что это такая. Эта жалость, которая в этот момент проявляется, эта жалость приведет к тому, вы подумайте на мгновение, а что если бы случилось, чтобы Иисус не пошел и не совершил эту голговскую жертву? Вы на мгновение можете представить, что было бы тогда? Что было бы с этим человечеством? Как раз исполнился замысл дьявола украсть, убить и погубить. И чем больше, тем лучше. Сколько бы людей погибло тогда неспасенными, потому что не было крови искупления, не было источника для омытия греха и нечистоты. И поэтому в тот момент, когда, ну, пожалей себя, ну, не делай этого, да не случится с тобой так. Отойди от меня, сатана, ты мне в соблазон. Это стрела, горящая, летящая, которую надо отражать верою, которую сделал Иисус. Вы знаете, сколько таких проблем в нашей жизни, которые мы очень часто не замечаем? Как часто человек жалеет себя. Вот как мне тяжело, вот как мне трудно, вот виноват муж, вот виновата жена, вот виноваты дети, все вокруг все виноваты. Я позволяю себе грешить и делать беззаконие, потому что вот меня довели до такого. Любящий пить человек только и ищет повода, чтобы ему напиться, потому что теперь причина есть. Вот меня огорчили, вот меня обидели, вот мы не так поговорили со мной, не так сделали. Человек все время не понимает, что это стрелы, летящие от врага душ, желающего одно украсть, убить и погубить. И он дает место врагу в жизни своей. Патчи всего, above all, щит веры. Вы отразите все раскаленные стрелы лукавого. Вы победите все, что происходит, но только если у вас есть истинная живая вера, которая должна все время возрастать в вас, переходя от веры в веру, от силы в силу. Это то, что должно быть в нашей жизни. У меня сегодня вопрос. Вот мы много слышали сегодня о щите веры, которым мы должны закрываться, который должен быть в жизни нашей. У меня вопрос ко всем вам. вы заботитесь о своем щите веры? Вы его бережете? Когда он где-то сломался, пробился, трещины появились, вы ремонтируете его? Странный вопрос, да? Вот так бы звучало бы, она сказала бы, о чем ты говоришь? У нас вера, мы верим, мы на собрания ходим. Братья и сестры, это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Так как мы говорим о римских войнах и оружии римского война, давайте мы посмотрим на две эти картинки, которые стоят рядом здесь с нами. На первой картинке вы видите война в войне. Вы видите, в него летят стрелы. Стрелы попадают в щит. Безусловно, они делают там дырки. Безусловно, они что-то делают. Но я вам немножко расскажу больше. Потому что все-таки Павел, когда в Ефесянам писал, он говорил о щите веры. Он говорил о щите веры. Как делался щит? Вы знаете, в то время не настолько искусственные были в металлах. И если сделать металлический щит, вы понимаете, какой он тяжелый был бы, сколько силы надо было нести его. Щит очень часто делали из дерева. Деревянный. Научились выгибать, замачивать дерево, вытачивать и так далее. Это люди были очень способны. Но деревянный щит не защищает от огненных стрелок. Мы слышали, что в то время воевали и огненными стрелами. И Писание предупреждает нас, чтобы мы защищали это. Так вот, этот щит спереди обтягивали кожей. Эту кожу обтягивались, что она... В чем была защита этой кожи? Почему дерево надо было обтягивать кожей? Дело в том, что перед тем, как выходить на бой, римские солдаты свои щиты всегда мочили. Кожа становилась очень напитанная водой. И когда в нее пускали огненные стрелы, что исполняло назначение кожи было? Не дать загореться. Она мокрая, она не может загореться, потому что она мокрая. И поэтому они постоянно, если вы видите вот картинку, которую уже они делают, вытаскивают стрелы и натирают чем? Две вещи, которые делали они всегда. Они намазывали ее маслом, эту кожу и мочили в воде. Две вещи. Этот щит, это чисто, скажем, практичная сторона. Его надо было мазать маслом и мочить его водой. Давайте первое. Что такое вода в духовном смысле? Вот что такое вода в духовном смысле? Слово Божье, правда? Мы знаем, что Слово Божье всегда сравнивается водой. А что такое елей? Что такое елей? Первое Иоанна 2,20 говорит, впрочем, вы имеете помазание святого и знаете все. Помазание Духа Святого. Щит веры. Наша вера укрепляется тогда, когда мы в близости находимся с Богом. Когда Дух Святой в нашем сердце. Когда мой Дух соединяется с Божьим Духом. Когда мы вот в этом пребываем состоянии, поймите, насколько близко будет тогда наше отношение с Богом. Я хочу перед тем, как закончить, а именно это и есть сегодня мой последний стих, я хотел бы прочитать одно стихотворение. Это стихотворение, я надеюсь, послужит, ну, некоторым благословением для каждого из нас. Когда болезни и беда нас окружают мраком, мы веры щит берем тогда и побеждаем страхи. Когда волнуются уста в разгар духовной битвы, мы веры щит берем тогда и в бой идем с молитвой. Когда в полете под устав слабеют наши крылья, мы веры щит берем тогда и Бог дарует силу. Когда лукавый возмечтав на гибель нас бросает, мы веры щит берем тогда и нас Господь спасает. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы у каждого из нас был сегодня этот щит веры. Как бы хотелось, чтобы мы с дерзновением шли на собрания, чтобы где бы мы ни находились, какие бы наши пути не были, мы делали это с дерзновением и с полной верою. Очень скоро нам предстоит служение пасхальное. Апостол Павел, когда писал послание к евреям в 10 главе, он написал 19 стихом такие слова, что мы с дерзновением будем входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И там дальше сказано такое слово, да приступаем к этому служению. Как? Искренней верою, с полной верою, с искренним сердцем, краплением, очистившись сердца от порочной совести. Вот это то, что должно быть наш путь, которым мы подходим к служению Богу, с полной верою. Да будет этот щит веры у каждого из нас, чтобы никакие трудности, никакие испытания не сломили и не поколебали нас. Но при всем этом, если у кого-то и ослабела вера, если у кого-то и потерян этот щит, если кто-то разбился, поколебался, кризис веры наступил, возлюбил нынешний век или терпит кораблекрушение, братья и сестры, великий святой Господь говорит сегодня, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Я помогу тебе, я поддержу тебе, я дам тебе силы пройти этот земной путь. Друзья, да будет Богу нашему слава за все. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова